Капуста. Почему вырастают рыхлые кочаны? Рыхлые кочаны вырастают от избытка азота и недостатка фосфора и калия в почве. Капусте необходимо помочь сформировать тугую головку. Вы добьетесь этого, если при хорошем азотном питании обеспечите в достаточном количестве фосфором и калием. А добиться этого можно регулярными подкормками. Раннюю капусту подкармливаем 2 раза, среднюю и позднюю 3. В тот период, когда у капусты активно растут листья, обычно это через 2 недели после высадки рассады в грудь, подкармливаем первый раз жидким удобрением. Наливаем в канавки, сделанные вокруг каждого растения в 10 сантиметров от стебля, настой коровика 1 к 10, куриного помета 1 к 20 или раствор комплексного минерального удобрения. Вторую подкормку проводим при завязывании кочанов минеральными удобрениями. 1 столовая ложка амафоса, 1 столовая ложка сульфата калия. Можно заменить хлористым калием и 50 грамм нитрофоски. Растворяем в 10 литрах воды и также вносим в канавки. Если вы против химии, то можете использовать для подкормки банановый настой, это источник калия, а фосфор содержится в свежей рыбе. Для этого рыбу измульчаем и закапываем небольшое количество в лунку. Капуста любит сахар и йод, так что если в этот же период вы польете раствором 40 капель йода на ведро воды, а затем раствором 0,5 стакана сахара на ведро воды, головки будут крупные, сочные, сладкие. Третью подкормку под среднюю и позднюю капусту даем обычно за 2 месяца до сбора урожая. У нас примерно первая половина августа. В этот период подкармливаем нитрофоской, она содержит 3 основных элемента азот, калий, фосфор. 1 столовая ложка разводится в 10 литрах воды и поливаем. Это ускорит формирование кочана. Помните, что под подкормку нельзя вносить сухие минеральные удобрения, только растворы, иначе растения могут сгореть. Не забывайте и про важность полива, он тоже влияет на формирование кочана. Особенно полив необходим в период укранения высаженной рассады, завязывания и роста кочанов. Раннюю капусту обильно поливаем в июне, позднюю, в течение августа, в период массового образования кочанов. Так что хорошего вам урожая и тугих кочанов! Удачи! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного! Субтитры создавал DimaTorzok